ТГБ Продакшн представляет Джейд Девлин Приятного аппетита, Ваше Величество! Глава первая Юлия Юрьевна, тунца от веселого сегодня не будет! Что? Я резко развернулась, и Виктор, наш менеджер по поставкам, шарахнулся обратно к двери, а его ставшие огромными глаза отразились в лезвии моего ножа между багровыми потеками. Юлия Юрьевна, я сейчас позвоню Калашниковым, у них обязательно можно заказать резерв, и я обещаю, что собьют цену до нормальной! Торопливо пролепетал плотный плечистый парень, втягивая упитанный животик и пятясь обратно за дверь. Уже более благосклонно отозвалась я и вернулась к расчленению свеклы. Тот, кто трет ее в бочной терке, злостный извращенец и враг кулинарии. Только соломкой и только руками. Нож часто и равномерно стучал о разделочную доску, а я начала мурлыкать себе под нос. Подходящее сало у меня в холодильнике. Чеснок без руки почистят и мелко нарежут перед самой подачей. Зелень я сама порублю в нужный момент. Свежая жидкая сметана достоялась до нужной густоты. У меня сегодня особые гости, чтобы баран поел. Мэрия! Терпеть не могу. Но хочу работать спокойно. У меня пять ресторанов, и без связи не выжить, несмотря на звезду Мишлена. С другой стороны, фуагрой мужики по заграницам наелись, а лучше моего борща во всем мире не найти. Мне несложно, им вкусно, и никакого геморроя с налоговой, пожарными и санэпидом. Нет, у меня все по закону, и соответствуют по высшему разряду. Но кровопейцы всегда найдут к чему придраться. Чем-то стаю мелкой мошки соками своими кормить. Легче один раз выдать мэру борща под ледяную водочку, чтобы он там свои переговоры переговорил. Мурта. Вроде иностранцев позвал на этот раз. Значит, блины с икрой тоже в меню. Я закончила с овощами, поставила томиться зажарку и взялась за другую сковороду. Тефлон для дилетантов. Настоящее кружево получается только на чугуне. Опа! Но разве не прелесть? Тонкий ажурный блинчик взлетел под потолок, сделал сальто и шлепнулся обратно на горячий металл бледной стороной. А мне показал свой румяный поджаристый бок. Ох, люблю я это тело! Ю-ю опять колдует! Послышался шепот из-за большого промышленного холодильника. Глянь, глянь! Ух ты! Это ты еще не видел, как она лапшу тянет. Вот где фокус. У кого опять руки не для скуки? Рявкнула я грозно, пряча улыбку поглубже. Бездельники тут же списком разбежались по своим местам, как мыши из-под веника. Правильно! У меня на кухне железная дисциплина и строгий отбор кандидатов. Кого попало, к святая святых близко не подпущу. Но вернемся к нашим блинам. Эх, жаль, что открытый огонь в этом здании запрещен. Плитка электрическая, а не газовая. Цвет кружева не дотягивает до моего личного стандарта. Совсем чуть-чуть никто посторонний не заметит. Но я-то вижу. Кстати, электрик с утра был в бездельнике. Выяснили, что искрит? Был, Юлия Юрьевна, бодро доложил Никита, выскочив из-за дегидратора для нашей фирменной пастилы. Сказал, что осторожнее. Голова трещала так, словно я вчера пересчитала ее все кастрюли и сковородки на собственной кухне. Или, как если бы я вернулась в студенческие годы и напробовалась в фирменных настоек нашего куратора с кафедры виноделия. Ох, комната вообще незнакомая, что опять же навевает мысли о студенчестве. В последний раз я просыпалась в чужой квартире именно тогда. Придерживая многострадальную часть тела, я очень осторожно сползла с кровати и попыталась встать. Опа! Стоять! Отставить падение носом выплывающий из-под ног кобрик. Уф! Что-то сильно не так. Я похудела? Странно. Вот уж о чем не мечтала. Мои среднеувесистые габариты меня полностью устраивали. Заболела, что ли? И долго лежала? Где я вообще? О, вон там зеркало. Ставим задачу. Четыре шага без кувырка. Готово? Встала, пошла. Раз, два, раз, два, едить мои помидоры без шкурки. Кто это? Приблизившись еще на шаг, я почти прижалась носом к прохладному стеклу. Поморгала, приложила ладонь. Отражение повторило все эти действия с точностью. Вот. Так. Это все же я. Такая, какой была лет двадцать назад, еще в школе. Тощая, белобрысая, глазастая селедка. Только вот таких роскошных волос у меня никогда не было. Я всегда стриглась коротко. А тут прямо рапунцель, недокормленное. И платье. Хм. Похоже на мечту фетишиста-педофила, одержимого сказками Гауфа. Кружавчики, оборочки, панталончики шелковые из-под подола, чулки, перевязанные лентами чуть выше колен, пышная юбка и корсет. Розовые. Очень дорогое платье, между прочим, заявило мое отражение, высокомерно вздернув подбородок. Скроено и сшито по последней моде. Здравствуй, репк, Новый год, приходи на елку. Я машинально потерла лоб и уныло уставилась в зеркало. Что мы пили? Прекрати нести чушь и слушай внимательно, прикрикнула на меня капризная принцесса из зеркала. Я не для того призвала тебя в свое тело, чтобы ты бездельничала и болтала всякие глупости. Ты должна? Стоп, малышка. Я прижала ладонь к зеркалу ровно в том месте, где отражались мои собственные губы. Это же сон. Точно. И я тебе ничего не должна. Это раз. Я не собираюсь ругаться с собственными глюками и сновидениями. Это два. Просто подожду, пока алкогольная интоксикация пройдет. С этими словами я повернулась к зеркалу спиной, прошагала обратно к кровати и рухнула на нее, накрывшись одеялом с головой. Я должна проснуться. Не люблю дурацкие сны. Лучше бы кухня пригрезилась ей поку. Вернись сейчас же! Завизжало отражение. Вот уж не думала, что у меня такой противный голос, аж в ушах сосвенела. Вернись, если хочешь жить! Не ори так, пожалуйста! Даже две подушки, прижатые к ушам, ничуть не помогли. Пронзительный виск зазеркальной девицы впивался в мозг, как ядовитые колючки. Черт с тобой! Скажи, что тебе нужно, только заткнись! Даже во сне покоя нет. Иди сюда! Быстро! А волшебное слово... Какое тебе еще слово, дурная душа? У тебя нет магии! О, господи! Я повторно сползла с кровати и, морщась, потерла лоб. Какой-то слишком длинный и подробный сон. Кошмар практически. Я имела ввиду элементарную вежливость девочка. Я принцесса, ты должна выполнять мои приказы. Какая еще вежливость с низшими? А я брокколи, и ты должна меня есть на завтрак каждый день. Во всяком случае, по степени абсурдности мое заявление не слишком переплюнуло то, о чем верещало отражение. Что ты несешь? Слушай, я вдруг заметила на туалетном столике тяжелый серебряный подсвечник. Какая хорошая штучка. Взвесив ее в руке, я улыбнулась так, как улыбалась, обнаружив среди свежей остетрины кусок залежалого перемороженного филе, которое нечестный поставщик решил подсунуть в середину партии, а вось не заметят. А ведь если нет зеркала, нет и отражения, и никто не будет орать. Не смей, испугалась крикунья, мы обе умрем, ты уже один раз умерла, и я уже один раз умерла, хватит. Здрасте, приехали, озадачилась я. Когда это мы успели? То есть про тебя не знаю, а я точно не... И тут на мою беду память ко мне вернулась. Вот прямо как кувалды по голове раз и все вспомнилось. Родная кухня в самом любимом ресторане, неисправная плита, с которой поработал электрик, и... какая досада! Пальцы сами потянулись потереть висок. Что-то мне нехорошо. Стой, 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 заверещало зеркало. Не смей падать, у тебя подсвечник, ай, падай в другую сторону! Я с трудом огляделась и все же присела на пуфик утрюмом, а не свалилась головой на стекло. Уже прогресс. Но это все ужасно странно и совершенно мне не нравится. Я повар экстра класса, прагматик до мозга костей и, отродясь, не верила ни в какую мистику и ни в какое переселение душ. С какого перепуга мне все это счастье? Ты можешь минуту помолчать? Поскольку зеркало так и продолжало причитать, у меня от его голоса разболелась голова. Закрой рот и постой так ровно три минуты. Пожалуйста! Я принцесса! Как ты смеешь закрывать мне рот? Ты должна! Опять за копейку три рубля! Я ничего тебе не должна! Хочешь что-то попросить? Проси вежливо! И вообще! Разбивать крикливое стекло до выяснения всех обстоятельств я передумала. Но и моя длинноволосая молодая копия меня тоже поддостала. А что если... Уф! Надо же! Работает! Возмущенные возгласы из-под накинутых на раму двух одеял и одного покрывала. доносились гораздо приглушеннее. Мои уши наконец-то перестали разрываться от виска. Теперь можно и подумать, куда я попала. Все равно кроме меня тебе этого никто не расскажет. Почти на грани слышимости пробурчали из-под одеял. Противная душа! Противный ритуал! Все противные! И ты первая! Как закончишь истерить, позовешь! Душа, ритуал, принцесса, костюмированное представление для древних педофилов, комната из той же оперы, а за окном две луны в предрассветном небе приехали. Продолжение следует...